Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 6 по 12 января 2020 года. Рождество Христово Уже в IV веке при Патриархе Феофиле Александрийском было определено, как праздновать на вечере, если оно случится в день воскресный. Значению дня как наивысшей ступени в подготовке к празднику соответствует особая строгость поста, предусматриваемая монастырским уставом для рождественского сочельника. Кушение пищи разрешается только один раз в день после вечерни, то есть после того, как в храме будут пропеты тропарь и конда к празднику. На трапезе полагается «Сочево обварено» или «Кутея с медом». Отсюда происходит и само название праздника «Сочевник» или в просторечии «Сочельник». Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Именно его, одно из величайших событий евангельской и церковной истории, весь православный мир единым сердцем духовно торжествует и ликующе празднует во вторник 7 января. Этот праздник, по словам святых отцов, служит началом и основанием для всех прочих праздников. В Святогоре в этот день торжественные богослужения совершаются не только в самой обители, но и во всех ее скитах, чтобы как можно больше верующих смогли светлый праздник Рождества Христова встретить за богослужением. 7 января завершается 40-дневный рождественский пост. По окончании праздничной божественной литургии все православные, державшие пост, могут вкушать скоромное. От праздника Рождества Христова до его отдания принято петь калядки, особое песнопение, прославляющее этот праздник. В Святогорской лавре установилась добрая традиция проведения фестиваля калядок, на который съезжаются многие иногородние певческие коллективы. По празднику Рождества Христова, собор Пресвятой Богородицы. В среду 8 января, на следующий день после праздника Рождества Христова, православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богородице, родившей Спасителя, избранному орудию промысла Божия. Это собрание верующих было названо Собором Пресвятой Богородицы. В день празднования собора воспоминаются Святой Иосиф Обручник, царь Давид и Святой Иаков, брат Господень, сын от первого брака Святого Иосифа Обручника. Святой Иаков вместе с отцом своим Иосифом сопровождал Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет. Установление этого праздника относится к древним временам христианской церкви. Уже в IV веке святители Епифаний Кипрский и Амросий Медиаланский, а также Блаженный Амгустин, в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Бога-человеку с хвалой родившей его Деви. Указания на празднование собора Пресвятой Богородицы на следующий день по Рождестве Христовом можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 691 году. Память апостола-первомученика и архидиакана Стефана празднуется в четверг, 9 января. После Пятидесятницы и сошествия Святого Духа на апостолов, множество людей обратилось к исповеданию Христа. Тогда же апостолы возложением рук поставили на служение семерых диаконов для помощи апостолам в заботах о повседневных нуждах общины. Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая. Деятельность Стефана, поставленного во главе диаконов, выходила за рамки чисто материальных вопросов жизни общины. Исполненный благодати Духа Святого и наделенный даром чудотворения, Стефан обладал властью говорить как посланец Божий. Поэтому однажды иудеи ложно обвинили Стефана в богохульстве и стремлении не спровергнуть закон и привели в Синедрион на суд к первосвященнику. Молодой диакон бесстрашно предстал перед судьями и обличал их. Не в силах терпеть свидетельство прославления Христа из уст Стефана, разгневанные иудеи закрыли себе уши и, набросившись на Стефана, вывели его за городские стены и побили камнями. Святой мученик встретил смерть с радостью и душевным спокойствием, и при последнем издыхании он успел произнести, подобно поднятому на кресте Иисусу, слова наивысшей любви к своим врагам – «Господи, не вмени им греха сего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. В субботу 11 января отмечается память великого сонма мучеников – 14 тысяч вифлеемских младенцев по приказу царя Ирода убиенных. По свидетельству летописцев того времени, среди убиенных мальчиков был также собственный сын Ирода. Эти младенцы стали первыми мучениками, пострадавшими за Христа. Также в этот день чтится память преподобного Лаврентия Черниговского. Нравственная чистота, духовная высота, неистащимая любовь к людям вызывали необыкновенное расположение к нему в каждом, кто хоть раз в жизни удостоился его видеть. Любовь батюшки была особенная, не знавшая пристрастия, невзирающая на лица, на душевные качества. Он любил всех и проявлял это чувство приветливостью, вниманием, советом. Схерхимандрит Лаврентий Черниговский причислен к лику святых в лике преподобных Архиерейским собором Украинской Православной Церкви в августе 1993 года. 12 января, неделя 30-я по Пятидесятнице по Рождестве Христовом. День праведных Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова, брата Господня. Святейший Патриарх Московский Исиаруси Кирилл сказал такие слова. Мы в этот день воспоминаем семью по плоти Господа и Спасителя, тех, кто был рядом с Ним, Иосифа Обручника, Иакова, ставшего первым епископом Иерусалимским, а также царя и псалмопедца Давида, от которого происходил по плоти род Спасителя. В этот день мы обычно возносим молитвы об укреплении семейной жизни. Господь возрастал как личность и получал воспитание в окружении любящих людей, которые составляли Его семью. В семье он получал жизненные навыки, в том числе навыки общения с людьми. Если сам воплощенный Сын Божий прошел школу семьи, школу семейной любви, то это подчеркивает неприходящее значение семейных ценностей. Сегодня, когда этим ценностям бросается вызов, когда формируются общественные отношения, ставящие семью не на первый план, когда идеологические факторы часто изменяют саму природу семейных отношений, мы должны особенно усердно молиться и трудиться для того, чтобы сохранить семью. Следите за новостями Святоуспенской и Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok